А что здесь нужно делать? На что обращать? Крышу. Крышу, протечки, гидроизоляция, отпустка. Глава Денцовского округа Андрей Иванов проинспектировал амбулаторию на улице 30 лет Октября в селе Жаворонки. Последний раз ремонт здесь проводили в 2011 году, на сегодня двухэтажное здание поликлиники порядком износилось. Первые очередные задачи – отремонтировать кровлю и выполнить гидроизоляцию. Очень нужна нам крыша, потому что в эту зиму было очень много снега. Возможно, разобьем эти ремонтные работы на первоочередные, пойти там, допустим, до конца года на крышу выйти, чтобы вас тут не затапливало, и не было проблем, а уже тут с фасадами внутренних помещений на следующий. Андрей Иванов сообщил, что работы следует разбить на два этапа. Срочные покровли гидроизоляции нужно включить в областную программу по проведению аварийно-восстановительных работ на 2022 год. А замену фасада, внутреннюю отделку и закупку оборудования можно провести в следующем. Чтобы запросить субсидию у регионального Минздрава, необходимо подготовить соответствующую документацию. При заявке, которая на ремонт, на мебель и на оборудование, попросил бы наших коллег из Минздрава рассмотреть возможность установки возле аппаратов, чтобы делать еще дополнительную диагностику. Да, это будет потрясающе. Мы точно были бы очень рады. Амбулатория у жителей пользуется спросом. К ней прикреплено более трех тысяч человек. Помимо самого села Жаворонки, медучреждение обслуживает 27 садовых товариществ и коттеджный поселок. Важный вопрос – привлечение дополнительных кадров. Сейчас в медучреждении три специалиста – участковый терапевт, педиатр и стоматолог. Чтобы была возможность замены на время отпуска или больничного, требуется увеличить штат сотрудников. Я же тоже большим коллективом управляю, больше тысячи человек. И мы, когда отпуска планируем, у нас шахматка. Мы понимаем, уходит Дмитрий, значит, на его замену приходит другой совершенно заместитель, начальник управления. У нас не бывает, что сотрудник ушел, и мы вешаем замок на дверь и отправляем в другую администрацию. Ситуацию с привлечением дополнительного персонала в Жаворонковскую амбулаторию глава округа взял под личный контроль. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова». Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова»